Скейтпарк, детский сад, жилые дома, торговые центры. Как вы думаете, где мы находимся? Друзья, мы на арене Мегаспорт. Официальное открытие состоялось 15 декабря 2006 года и было приурочено к третьему этапу Евротура. С 2017 года дворец носит имя великого советского тренера Анатолия Тарасова. С сезона 21-22 на данной арене проводят свои домашние матчи «Московский Спартак». Буквально сегодня прилетели с Минска в Москву. Думал, после Минска меня ничего не удивит. Но, добравшись до Мегаспорт-арены, выйдя на улицу, удивился, как может спортивная арена ледовая граничить с таким множеством объектов городских, как Мегаспорт-арена. Офис, кейт-парк, церковь, авиапарт, торговый центр, еще офисы, еще торговые ряды и арена. А позади Мегаспорт-арены – живой дом. И вся эта инфраструктура вокруг Мегаспорт-арены находится на Хадынском поле. Сейчас, уважаемые болельщики, пройдем на территорию Мегаспорт-арены. Здравствуйте. Народ в большом количестве приходит? Мало, конечно, полторы. Полторы? Конечно. Ну, где-то полторы-две, да. А когда приходят, они все идут вот по этой спиральному проходу или же сразу же проходят откуда-то через туда и по спирали уже разбредаются по секторам, да? Как вы уже поняли, друзья, вокруг арены есть спиральный подъем. Болельщик, попадая на территорию Мегаспорт-арены, идет, поднимаясь вверх, как это делаю сейчас я. И можно за счет этого выйти к своей випложе на определенный этаж, попасть в определенный сектор. Здесь очень много удобных указателей, которые показывают, куда можно пройти, где можно зайти в стадион. Ну, и также не проходим вниманием, когда люди уходят с хоккейного матча, есть место посадки Яндекс.Такси. Ну, а сейчас, уважаемые друзья, приближаемся к кассам, к нашей традиционной рубрике «Почем билетики фанатик?» Добрый день! Какой самый дешевый и самый дорогой билеты на матч? Ну, и самый дешевый – это гостевой 665 рублей, а потом идет 570 тысяч рублей, и так далее. А самый дорогой – 660 рублей, стоит у нас 2 200. Это у нас центральные пиктора, а ну и мой, а ну и мой. А на каждый матч у нас, как бы, своя цена. Угу. Это гостей, а на матче. Вот такая категория матча. Если, допустим, играете с питерским СКА, то билеты еще дороже. А подскажите, у вас квота, сколько можно пускать на стадион? Вы знаете, это зависит от распоряжения. Вот на предыдущие 3 тысячи, когда уходили на расстатку, у вас есть партовая билета. Про билеты узнали, пытался второй день на арене Мегаспорт найти фирменный магазин «Спартака». Как мне в кассе только что сказали, продается атрибутика только на самих матчах в фойе. Тяжело заливать лед? Это отъедатель, как отъедатель. Ну, хорошая работа. 16 секторов, ровно по 8 на Мегаспорт арене разделены по цветам. 8 синих, 8 красных. Это сделано для того, чтобы было болельщикам удобно ориентироваться на арене, в какой части ее они находятся. Помимо этого, покрашены также и стены. К примеру, здесь красный цвет, а здесь уже синий. Пишут женщины, хочу выйти замуж за хоккеиста. Пока ни разу такого не видел. В основном, чтобы «Спартак» победил, «Спартак Москва» чемпион, «Шайба» в основном пишут. Ну и другие, в меньшей степени уже какие-то другие слова. А много вообще людей подходит для того, чтобы рисовать данные показатели? Да, и даже и дети, и взрослые все рисуют. Просто многие хотят поучаствовать в конкурсе. Ага, а что за конкурс такой? Ну, конкурс, в котором можно выиграть приз за лучших показателей. Что в основном во время хоккейных матчей покупают болельщики? Ну, активно берут шарфы и также бейсболки. Это самый ходовой товар, ну и программки, само собой. Оригинальные джерси игровые, то есть в той половине, вы можете потом посмотреть. Ну, их очень редко берут. Стоимость побольше, конечно. Также сувениры всякие, значки, брелки. Ну, их тоже один раз возьмут, больше уже не надо, в принципе. Спасибо. Молодцом. Красава. Уважаемые болельщики, с нами рядом находится самое мощное тело данного ледового дворца. Это сам Спартак. Он желает нефтехимику удачи. И покажи бицепс. Йоу, мэн, давай. Красава. Это видео. И мы вас покажем в блоге нашем. А, офигенно. Вообще, мы вас любим, кстати. Мы вас любим, кстати. Мы вас тоже. Во. Мы за хороший хоккей, за красивую игру. Да, хороший хоккей. Да. Улицу и фойе я вам показал. Перейдем к чаше Мегаспорт-арены. Общая вместимость 12396 человек. Также присутствуют 42 вип-ложи с хорошим обзором на хоккейную площадку. И вновь 2Т с вами. Тимофей. Здравствуйте. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимофей. Почти как. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. И сейчас мы вновь разделимся. И Тимофей покажет свой сюжет. Я покажу свой. Но в атмосфере на арене. Всем привет. Меня зовут Тимофей Гурсуков. Я снова с вами. Сегодня мы находимся на арене московского Спартака. Вот, заранее извиняюсь за свой голос. Я недавно перенес операцию. Вот. Но делаю все, что могу. Надеюсь, не сильно режут уши. Ну, по всей площади. Арена расположены фан-шопы. Во всей окружности стоят фудкорты. Думаю, еще оценим. Здесь девчонки рисуют плакаты. Так, здесь вы сможете сфоткаться с маскотами. Вот, пожалуйста. Вот дети рубятся в настольный хоккей с родителями. Такое мы уже видели на Минска. Ну, по впечатлениям, по-моему, тут нету детской зоны. Намного меньше активности, чем на Минской арене, если сравнивая. Атмосфера не такая уж и энергичная, как на Нефть Ким-арене. Вот. Я еще считаю, что у нас одни из самых лучших болельщиков. Поэтому сильно много всего я могу вам показать. Здесь нет. Здравствуйте. У нас шутковый. Мы ничего плохого не делаем? Шутковый, я помню. Отличная игра. Радую вас видеть в гостях. А почему красные волосы прям такие? Это в стилистике клуба, потому что? А у меня постоянно разные образы. То есть, видите, ладно, у меня был... Я еще болею за Сибирь. Ага, понятно. У меня были синие волосы. Могу сказать. Давайте, посмотрим. Ага, все понятно. Получается, вы на каждый матч цвет волос меняете? Нет, скорее атрибутику, аксессуары, кепки, шар. А, понятно. Первый раз наделась в акварии красные. Пристают ли к вам на арене мужчины? Ну, мы каждая из девушек, конечно, ловим взгляды мужчин. Но рукоприкладства пока не было. У нас полностью потрясающая атмосфера. У нас матч полностью проходит в такой энергетической обстановке, что нам легко поймать ритм и просто от души танцуем. Приезжаешь в Москву, приезжаешь куда угодно, да, но Нижнекамск вообще не отпускает. Смотрите, кого мы встретили. А-а-а, Нижнекамск, порео, друзья. Приехали по работе. По работе. Более за командой. Более за командой. Нравится арена или не нравятся пацаны? Ну, Нижнекамск получит, конечно. А чем? Пластая. Да, все, атмосфера с Нижнекамской. Что больше всего берут у вас там кофе? Кое? Потому что молодая девушка готовит прекраснейший кофе. Да? Да. Самая распространенная это капучино. Капучино, да. А латте или еще что-то не берут? Ну, американо пореже, латте тоже пореже. А так самая классическая капучино. Да, первое место это капучино, второе – американо, третий – латте. Что больше всего берут? Более всего – фаттоги. Фаттоги? Да. А до конца игры остаются или все разбирают? Ну, очень часто все разбирают, в основном. Редко бывает, когда остается. Мороженое все выкупили. Хотя аппарат работает. Вы пришли поддержать хоккейную команду «Нефтехимик». Вообще, постоянно уже ходите, наверное, да, в Москве? Бывает. Как вам вообще питание здесь, на московских аренах, на… ну, здесь именно? Все хорошие, практически, дворцы, которые новые были построены. Соответственно, все здесь по высшему разряду. Ну, здесь все есть, да. Именно с детьми прийти и… Всего хватает, да? Да, да. А как вам здесь, на арене? Хорошее питание? Нравится? Максимум, все, что беру – это воду. У нас все остальное дорого. Да, и ассортимент такой, конечно. Хотелось бы получше. Ага. Ну, это же не наша же арена все равно, что мы здесь в гости. Мы на хоккее едем, а не пожирать. Что хочешь взять? Что тебе нравится из того меню, которое здесь дают? Наверное, возьму сэндвич. Сэндвич с чем? На столе с куликсом. С треугольником хватает. С треугольником хватает. Даже если невкусно, у меня товарищ говорит, у него есть вариант «Б». Это всегда метайзмак дакар. Как? Не, а вкусмак вкуснее будет. Намного? Намного, да. Пуховатно, есть такое. Надо запилить, это дело. Давай, давай. Нижнекамские треугольники вкуснее будут. Вот такая вот оценка вот сэндвичем из арены «Мегастрой». «Мегаспорт» или «Мегастрой». О, «Мегастрой». И сейчас будет контрольная закупка чего? Чего хочешь? А ты чего хочешь? Я бы съел хот-дог. Ну, я то чтобы попробую. Вот, проверим, здесь, есть ли здесь кукуруза. Это очень важно. Кукуруза я тоже, опять-таки, не нашел. Ни одного лотка с кукурузой, кстати, да, друзья. Второй ледовый дворец, в котором нету горячей кукурузы. Да, это большой минус, я считаю. Согласен. Да, пойдем покупать. Можно, пожалуйста, два попробуем? Да, конечно. Оплата карты и наличные. Смотри, очереди нету. Но когда только заканчивается период, народу очень-очень много, да? Ну, мы успеваем еще, да. До конца матча осталось совсем чуть-чуть. Но у вас, я вижу, хот-доги не закончились. Ну, даже на витрине, но нам принесли еще когда-то. Ага. Хот-доги в студию, раскрывай. Пробуй, тесте. Каково? Ничего особенного. Просто с носицкой. Да, еще что-то 250 рублей за штуку. Да, 250 рублей за штуку хот-дог? Да. Серьезно, да. Эй-чу-пычмаки и беляши, хоть они и приелись, все-таки они вкуснее. Согласен, вот. У меня, честно говоря, активности не хватило. Я считаю, что на Минске активности было больше. Уважаемые болельщики, на этом наш обзор Мегаспорт-арены подошел к концу. Наша следующая остановка Санкт-Петербург. Увидимся все там. До встречи, друзья. Победа в нефтехимику сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok